Игрушки Игрушки Играли в них Но мы никогда, даже будучи уже взрослыми людьми, не задумывались о том, кто же был автор этих замечательных разнообразных игрушек. Кто их придумал? Автором их был известный ленинградский петербургский скульптор Лев Самсонович Разумовский. Делость игрушки интересна потому, что игрушка должна всегда быть немножко неожиданной и нести с собой какую-то забаву. Кроме скульптуры я занимался иммунированием детских игрушек. Вот это кукла Карлсон, которая живет на крыше, вот у него пропейлер, он должен вроде вылетать. Это игрушка, выпущенная уже на фабрике, а моя работа была спроектировать и сделать модель. Вот, например, Олег Попов. Это не просто фигурка, но он умеет стоять на двух ногах, он умеет стоять на правой ноге, он умеет стоять на левой ноге и он умеет стоять на голове. А вот цирковой мишка, он может стоять на четырех точках. Он танцует в цирке, играет, он стоит так, он стоит так, и он стоит так. Озорная хоккейная команда. Слон-жонглер в цирке выступает. Ну вот маленькие дети это любили. Меня зовут Лев Разумовский. Я родился в Ленинграде 1 мая 1926 года. Всю жизнь я считал, когда я был маленьким, что 1 мая праздник в честь моего дня рождения. Потом оказалось, что это не так. Семья была очень дружная, очень любящая друг друга. Это была типичная ассимилированная еврейская семья. Я думаю, что в этом была и определенная защитная такая реакция родителей, чтобы дети шли вот так, как нужно было, и спасти семью любой ценой. Потому что мы жили в обстановке очень тяжелой. Те годы, 30-е годы. Отец мой был инженер. Видный инженер в Ленинграде. Он занимался, он специально сего была водопроводка канализация. По его проектам переделывали старую канализацию на новую. И это давало определенный экологический эффект. Отец был мудрым человеком, и он был ходячей энциклопедией. Не было вопроса, по которому мы, дети, не могли бы к нему обратиться, чтобы не получить глубокого и всестороннего ответа. Мама была всегда мама. Она была доброй, она была любящей. К ней всегда ходила полдома. За спичками, за керосином, за деньгами. Она всем никому не отказывала. И она пользовалась большой популярностью не только дома, но и во всем районе. У Льва Разумовского было две старшие сестры – Мира и Лиля. Всю жизнь с братом их связывала искренняя любовь и дружба. После окончания Великой Отечественной войны обе сестры стали известными в Ленинграде учителями литературы. Талантливыми, неординарными. Долгие годы они проработали в школе и воспитали не одно поколение учеников в любви к русскому слову, поэзии и культуре. Разумовский Лев Самсонович. Российский скульптор, живописец, график, медальер, художник детской игрушки, писатель. Одна из наиболее известных работ Льва Разумовского – скульптурная композиция, посвященная Янушу Корчику. Лев Разумовский узнал о нем в 60-е годы, когда купил своим дочерям книгу Корчика «Король-Матюш-Первый». Я проситал аннотацию и впервые узнал о трагической и героической судьбе этого человека. И после этого я не мог не делать его. Я просто заболел этим человеком. Януш Корчик – это псевдоним писателя, врача, всемирно известного. Настоящая его фамилия – Генрих Гольдшмидт. Он был директором, врачом, воспитателем Варшавского дома еврейских сироп. Во время оккупации Варшавы немцы свезли дом сироп в гетто. Польское сопротивление готовило ему побег. Он отказался. Он сказал, что он никуда не уйдет от детей. И 5 августа 1942 года немцы приказали этому дому идти к поезда. 200 человек детей, построенных пары, с зеленым знаменем Надежды, вышли под руководством Корчика. Он нес маленькую девочку на руках. Все дорого он подбадривал детей, рассказывал им сказки, и дошли они таким образом до перрона. Он погиб в газовой камере вместе с детьми. И в дальнейшем, на протяжении всей своей творческой деятельности, Лев Разумовский неоднократно обращался к теме Януша Корчика, создав еще несколько скульптурных работ, посвященных памяти этого замечательного человека. Я учился в нормальной русской школе. С детства у меня была тяга к гуманитарным предметам. Весь класс списывал у меня диктовки. У нас был дворец пионеров в Великолепной в Ленинграде, в знаменитом Анечковом дворце. Там была масса студий, кружков по разным специальностям, музыкальные, изобразительного искусства, танцев, фехтования, спорта и так далее. Сейчас во дворце около 50 кружков, секций самого различного направления. И хотя каникулы кончились, но также тянет сюда на огонек мальчишек и девчонок. Школа послала меня по путевке на музыкальную грамоту. Мама взяла меня за руку, у меня было лет 10. Повела меня в дворец пионеров. И мы вошли в длинный коридор, по сторонам которого были разные классы, из которых неслись различные звуки музыки. Когда мы дошли до класса музыковедения, то я увел в конце коридора светлую дверь, открытую, и на ней полки были с какими-то фигурками. И я сказал маме, погоди, давай сначала зайдем туда, там что-то интересное, а вот потом уже пойдем на музыкальную грамоту. Когда мы дошли туда, то я вошел в класс лепки, увидел все то, что там делалось, и остался там на всю последующую жизнь. Я познакомилась со своим мужем в 1954 году, когда поехала со своей подружкой из музыкального училища в Москву на выставку «РЗИ». Разумовская Елена Николаевна – российский фольклорист, этномузыколог, педагог, член Союза композиторов России. Более сорока лет преподавала фольклор в музыкальном училище имени Римского-Корсакова. И когда мы уходили уже, мы написали в книге отзывов. Восторженные, конечно, свои впечатления. Расписались студентки из Ленинградского музыкального училища Лена и Юля. И ушли. И вот где-то месяца через два выхожу я из своего родного 22-го класса, где у нас хор был в училище. И натыкаюсь на московского знакомого Длинноносова, который говорит, здрасте, наконец-то я вас нашел. Вот, оказывается, он два месяца бегал по всем училищам Ленинграда и искал Лену и Юлю. И в конце концов и нас нашел. Вот так состоялось наше знакомство. Мы были очень непохожие люди. Во-первых, большая разница в возрасте, 9 лет. Во-вторых, у Льва Самсоныча за плечами. Были уже и блокада, и голод, и тяжелое фронтовое ранение. Очень трудное возвращение к нормальной жизни после тяжелых потрясений. В 41-м году мне было 15 лет. Началась 22-го июня война. Мы тогда ничего не представляли, что такое война. Мы были напичканы уверенностью о том, что Красная Армия всех сильней. Мы знали такую песню, был такой фильм «Если завтра война». Из этого фильма была такая очень популярная песня. «Если завтра война, если враг нападет, оборону крепим мы не даром. И на вражьей земле мы врага разобьем малой кровью могучим ударом». «Если завтра война, если враг нападет, оборону крепим мы не даром». «Если завтра война, если враг нападет, оборону крепим мы не даром». «Если завтра война, если враг нападет, оборону крепим мы не даром». «Если завтра война, начались в сентябре. В сентябре уже в Ленинграде было очень голодно. И мои сестры ездили на снятые поля под Ленинградом, где были остатки из срезанной капусты. Они выкапывали корни, которые остались от капусты, и привозили, когда это было. И это были великолепные щи. Из них мы делали лепешки, почистив эти корни. Это была хорошая еда. Хлеб стал убывать с каждым днем. Появились люди голодные на улицах, которые ели листья. Продолжала работать наша школа. И мы туда ходили, сидели формально на уроках. Учителя сидели в пальто, уже в валенках. И говорили так, что мы с вами занимаемся просто так. Но зато через два часа вы можете спуститься в столовую и съесть суп. И этого часа мы ждали с вожделением. Каждым днем количество учеников приходящих классов уменьшалось. Люди слабли, дети особенно. Дальше начался голод. Одновременно уменьшались нормы хлеба. Сначала была норма 600 грамм на человека. Это полбуханки. Потом, по-моему, сократились сразу до 250 рабочим. До 200 грамм служащим. И до 125 грамм детям и иждивенцам. И вот с этой нормой мы жили около двух месяцев. Что такое пайка хлеба 125 грамм? Это два спичных коробка. Сырых, черноватых. Но у нас были закуплены плитки столярного клея, которым клеили мебель. Было известно, что в нем сохраняются какие-то белки. Мы ванили этот столярный клей до желе, до студня. И ели с солью. С солью и горчицы у нас было много. Хлеба только было мало. Перестала работать канализация. Перестал работать водопровод. За водой я ходил в соседние дома. Там другой квартал. Ежедневно я ходил за водой с ведром. Это была моя работа. Для того, чтобы набрать ведро воды, мне нужно было идти через четыре дома. В угловой дом. И там где-то во дворе спуститься в подвал. И там был кран. Иногда там была очередь. Где-то рядом с этим краном были квартиры. Я когда вошел туда, то мне шибануло в нос запахом жареного мяса. И мне стало худо. Это было такое неожиданное, такое сильное чувство, что у меня закружилась голова. Поэтому я набрал не полное ведро, а половинку. И скорее бежать оттуда, потому что больше нюхать это было невозможно. Он стал сопровождать весь наш курс. И ходил с нами постоянно. Куда бы мы ни шли. Мы ходили в филармонию, он ходил с нами в филармонию. Мы ходили на какую-то выставку, он ходил с нами на выставку. Мы ходили в оперный театр, он ходил в оперный театр. И как-то так прикипел к нашему курсу. И был как бы нашим таким взрослым покровителем. Который оказался человеком очень остроумным, очень веселым, очень заводным. И как-то постоянно притягивал к себе внимание. Больше того, он даже придумывал для нас какие-то совместные прогулки. Сначала всем курсом. Потом стал выделять нас с Юлькой вдвоем. А потом настал какой-то день, когда он вдруг позвал меня одну. Как сейчас помню. Плата за страх. Французская картина двухсерийная с Ивом Монтаном. Кумиром тогдашней молодежи. И когда он позвал меня одну, я очень удивилась. А Юлька как же? А он говорит, а мы с тобой пойдем без Юльки. И тут впервые до меня что-то стало доходить. Французская картина двухсерийная с Ивом Монтаном. Французская картина двухсерийная с Ивом Монтаном. Французская карта. Французская картина 12-й планет. Французская карта. Французская карта. Мы жили в темноте, в холоде и без воды. Кругом нас было известно, что вымирали семьи целые в нашем доме. Общение с внешним миром у нас ограничилось совершенно. Мы не знали, как живут наши друзья, как живут на другой улице наши знакомые. Ходить туда никто не ходил, помочь никто не мог. Мы были сами с собой в этих жутких условиях. Постепенно мы худели очень, конечно, все. Дальнейшая стадия этого заболевания дистрофии, начинали пухнуть руки или ноги. В январе я уже свалился. Я уже больше не мог ходить. У меня пухли ноги, у меня началась цинга, я свалился первый из семьи. Уже наступило чувство какого-то полного равнодушия происходящего. Мне есть уже не хотелось. Многие у меня спухли, ногти болели. Я выдавал себе отчет вообще, что происходит и вообще, что это скоро конец. Мама вызвала ко мне врача. Пришла женщина, молодая, очень нервная, меня послушала и сказала маме так. «Ваш мальчик не болен, ваш мальчик голоден». Я ничего не могу сделать. И она ушла. Потом уже, после войны, мама мне сказала фразу, которую она произнесла в дверях. Жить ему осталось три дня. Ну вот. Ну, в общем-то, случилось чудо. Моя старшая сестра, Мира, она узнала, что в Ленинграде в это время открываются стационары для дистрофиков. И она организовала отъезд отца и мой в этот стационар. Отец шел сам, а меня отвезли на детских саночках. Управление Ленинградского совета трудящихся водоканал просит принять в ваш стационар одного из ответственных работников управления, инженера Разумовского Самсона Львовича вместе с его сыном Львом Самсоновичем Разумовским ввиду резкого их физического истощения, угрожающего непосредственно их жизни. Начальник управления водоканал Зиновьев. Мы оказались в стационаре. Стационары были организованы на базе больниц в Ленинграде, куда свозили людей в определенном состоянии дистрофии, вицинги. И мы получали трехразовое питание. По нашей жизни дома, если сравнить с тем, чем мы питались дома, то это была вообще фантастика. Утром мы получали небольшое блюдечко каши и кусочек белого хлеба. В обед мы получали суп на вторую паровую котлету из мяса. И вечером у нас был ужин, тоже каша и кусок хлеба. И понемножку, понемножку я уже начал сидеть там. Ноги у меня болели. Все ногти у меня огноились от цинги. Но опухоли стали проходить. Мой родной, любимый мальчик. У нас все благополучно, мы здоровы и относительно сыты. А нас беспокоиться не следует. Надо поправиться тебе и папе. Твоя сестра Мира. Мои любимые, слов нет передать вам все, что я чувствую. Папочка мой дорогой, любимый, братик мой дорогой, Любимые мои, моя жизнь, мое счастье. Держитесь, родные, любимые. Вас спасут, я верю, я не могу думать иначе. Ваша Лиля Впоследствии в своей документальной повести «Дети блокады» Лев Разумовский напишет «Милые мои сестры, в дни тяжелых испытаний, на грани жизни и смерти, каждая из вас отдавала свои душевные и физические силы для спасения меня от голодной смерти, вплоть до риска собственной жизнью и безопасностью, чтобы я жил». Несколько раз из ряда моих коек, вот примерно за несколько, за 6-8 коек от меня, я слышал какой-то интересный энергичный голос, красивый баритон, который громко на всю палату говорил о литературе. Это было совершенно инородное тело во всем этом сзади. Отец, который ходил, он пошел с ним познакомиться. Потом вернулся назад и сказал, что это архитектор Шольб, что он его знал по встречам на работе. Он известный архитектор в Ленинграде. Он узнал, что я занимался 20 пионеров, и он хочет со мной познакомиться. Через несколько дней я все-таки встал и с помощью отца доковылял до той койки. Он меня посадил, очень внимательно, так сказать, порасспросил. А потом стал рассказывать о музее Тардвальсона в Копенгагене. О том, какой-то замечательный музей и какие-то великолепные беломраморные скульптуры на красном фоне красного мрамора, который облицован из стены этого музея, и о итальянском возрождении. И он говорил, говорил и говорил. И ободрял, и говорил, что все будет нормально, и что я буду рисовать, и что я буду художником. Потом вдруг раздался звонок на обед. И я подумал, что первый раз за долгое время я пропустил это напряженное ожидание обеда. И кроме того, я не заметил, как произошло второе чудо. Я же хожу. Ну а дальше я стал уже понемногу поправляться. Вели 42-го года Мира пришла домой и сказала, она поступила на новую работу воспитателем детского дома. И детский дом эвакуируется из Ленинграда. Поедешь ты и мама со мной, а отец останется здесь на работе. А мы уехали вместе с детским домом в Горьковскую область, в далекое-далекое глухое село, которое называлось Угоры, 40 километров от районного центра Мантурова. Это начался какой-то новый, очень любопытный, интересный и активный период моей жизни. Я с Лёвушкой познакомилась тогда, когда мы собирались в эвакуацию. Мы отправляли, уезжали с последней партии нашего детского дома. Его только что подняли, буквально для того, чтобы можно было его в дорогу взять с собой. В поезде кормили, и там уже потихонечку, полегонечку, а потом уже семимильными шагами, можно сказать, дети на наших глазах, приходили в себя. А ведь они пришли маленькими покойниками с открытыми глазами, не улыбающиеся. Так вот, нам нужно было дождаться первой улыбки, когда ребята улыбнулись бы. В детдоме было около 300 детей. У нас было около 100 дошкольников, детей от 3 до 7 лет, и дальше от 7 до 14-15 лет. У меня было 16 лет, и мне сделали официально, была такая должность, пионер вожатый детского дома. Там мы провели полтора года. Там появились новые люди, новые характеры, новые идеи. В общем-то, детский дом выполнил великолепную гуманную миссию, потому что были спасены сотни детей от голода. У меня появились много новых друзей. У нас были там праздники, у нас были там игры. В детском доме, который размещался в старой церкви, было отведено помещение для комнаты игр и отдыха. Эту комнату обилие чистой фанерой, я расписал ее акварельными красками на теме сказок Пушкина. Ребята росли в такой красоте. Вот и все, когда мы встречались на традиционных сборах уже взрослыми, старыми, бабушками, дедушками, они вот как-то несли и всегда, всегда, если вспоминали церковь, где они жили, они всегда говорили про комнату, где они чувствовали себя в сказке. Сытой, накормленной, одетой, обутой. Конечно, после блокады, блокаду же не забыть. Мы сохранили связи с теми людьми, которые были в детском доме, которые живут сейчас в Ленинграде. И мы собираемся за большим столом, очень праздничным, и там очень много еды хорошей. Это символически, это все дети блокады. Мы поем наши песни, вспоминаем наши дни. Здесь продавили друзья с теми людьми, и у нас там с тобой стояло. А мне нахава с нами из-за там, с песеню за тобой шли наезд, ни ки рядом с тобой. Ну, а время шло. Мне пришла повестка в Монтаровский районкомат и 11 ноября 43-го года я вместе с деревенскими парнями ушел, значит, по зимней дороге в Монтурово 40 километров. Ну, и началась моя армия. Он, когда он пришел к окулисту, так он знал уже таблицу, по которой измеряет силу зрения, глаз. Он их знал всю наизусть, всю эту таблицу. Ну, война не кончалась, но перелом уже был. Да. И он все равно пошел. Он же чистый белобилетник по всем статьям. Ему исполнилось 17 лет. Это был последний военный набор. После него уже никого не набирали. Лева же в начале своей книги «Нас время учило». Лева писал, как он, пешком, из детского дома. Ребята все вышли на большой тракт, прощались с ним, где был такой поворот, дальше которого ребята мы не разрешали заходить. Он сказал, и ребята, и дети. «Мы проводили в дальний путь с Бареной Лёвушкой. Смотри, дари, нас не забудь на славный Лёвушка. Смотри, дари, нас не забудь на славный Лёвушка». Начался армейский путь. Первые впечатления очень тяжелые были. Не от того, что мы были не обучены, не от того, что, в общем-то, мы питались за счет того, что мы взяли с собой с деревни. Детский дом меня снабдил кое-какими запасами с собой дней на десять. А от хамства и грубости, от хамства и грубости, которые царили в армии. В общем, если обращались же давня ко мне, где я мог, дрался, где я не мог, то я избегал этого дела. Но на фронте это приобрело очень такие острые формы. Но это мои личные впечатления. у меня целая книга почти в 300 страниц написана именно о бармейских днях. Это совершенно особая книга, потому что здесь не только война, здесь и блокада. Это путь человека с юных лет, путь подростка вот к той трагедии, которая с ним произошла, и которую он преодолел. Это совершенно особый жанр. Я думаю, что те, кто будут читать эту книгу, это очень нелегкое, но совершенно необходимое чтение. Шесть месяцев мы были в запасном полку, где второй раз жизни оказался голодающим. Воровства в армии было сверху донизу и до солдатского пайка доходили жалкие крохи. Мы были постоянно голодными, постоянно голодными. Нас кормили три раза в день щами из полугнилой капусты и давали 600 грамм хлеба и немножко песка. Для молодых людей 17 лет, которые постоянно имели очень тяжелую нагрузку физическую на зимних занятиях, на стрельбах, на маршировке. Это было, собственно говоря, уничтожение, я бы сказал, здоровья молодых ребят. Потому что когда через шесть месяцев нас отправили на фронт и когда нам сказали в атаку бегом марш никто не мог бежать. Все в атаку пешком пошли, шагом. 22 мая 1944 года. Милый Популенька, дорогая сестричка. Ну вот и случилось то, чего я так давно ожидал. Вчера получил новенькое обмундирование. Одним словом нахожусь сейчас в вагоне и еду на фронт. Вы не беспокойтесь за меня. Настроение у меня бодрое, приподнятое. Знаю, что не осрамлюсь на фронте. Вернусь к вам живым и невредимым. Ваша любовь сохраняет меня. Крепко целую, Лёва. На самом деле первое, что поражает в этой повести, это то, что она очень хорошо написана. Вообще это уже непривычно для нас. Она написана прекрасным, настоящим литературным русским языком. Настоящая ленинградская проза. Если говорить о том, вот, в какую колонну можно внедрить книгу Разумовского, то это, конечно, колонна писателей, западных писателей. После Первой мировой войны Хемингуэри, Марка, Олдингтона, вот этих людей. Свой фронтовой опыт, свое философское художественное восприятие войны Лев Разумовский выразил в скульптурной композиции «Дороги войны». Фотографию этой композиции в 1983 году Разумовский послал Булату Акуджаве и через некоторое время получил от него письмо. Уважаемый Лев Самсонович, благодарю вас за подарок. Сегодня и в кино, и по радио, и по телевидению слишком бодро и разухабисто говорят о войне, что лично мне отвратительно. Поэтому ваши работы было бы не худо всюду демонстрировать, снимать излишнюю победоносную возбужденность. Еще раз благодарю Булат Акуджава. Эпизод, о котором я хочу рассказать, это был вот такой. Мой командир, который меня ненавидел, он меня, например, сознательно послал на поле, простреливая финскими снайперами, за раненым. Я, когда он послал меня, я не думал, что это сознательно. Вот. Я раненого вынес. И когда я подполз раненым к командиру, уже это наверх куда-то на высоту, я полз с ним из последних сил, то я свалил около ног командира труп. Он на мне умер. А у меня была гимнастерка вот так вся и сзади черная от крови. То есть вот так можно было выжимать. ему пробила легкая разрывная пуля. Здесь это было вот такое отверстие, а когда я его перевернул, на лопатке было вот такое. Так что его тащить, собственно говоря, было не надо. Но он мне сказал, командир, что если ты не принесешь, я тебя заспрелю. Вот. И когда я принес, то я просто рядом свалился и уже ничего не мог делать. я далеко не сразу узнал, что Лёва пишет. Он иногда говорил о войне очень редко, очень мало, очень точно, очень страшно. Его блестящая манера рассказчика это производное от его литературного дара, что, кстати, далеко не всегда бывает вместе. Просто очень трудно выразить правду на языке о своем собственности более таком жестком, непримиримом, как писал Лёв в самом случае. все-таки я отдал себе отчет, что для чего я здесь. Для того, чтобы воевать за страну, за собственную семью, за город, я должен быть здесь. Я к этому относился сознательно. И вот три недели мы были постоянно в боях, и 11 июля 44-го года меня накрыло мина. Ну и я, так сказать, рука осталась, но вырвала локтевой сустав. Я вот так с остатками руки добежал до санбата. Ну дальше вот пошла моя уже эпопея госпитальная. Сначала были фронтовые санбаты, потом перевезли в котельничь. Это тыловой госпиталь. произвели ампутацию через месяц. Когда наконец мы решили соединиться, окончательно я была представлена будущей свекрови и семье Льва Самсоновича, я написала Мурманскую область, где тогда жил в ссылке мой отец, о том, что я выхожу замуж. И получила совершенно замечательный ответ от папы. Я написала, что вот я выхожу замуж из человека, который на 9 лет мне старше, и он без руки, он потерял руку на войне. На что получила короткий ответ, ну что ж ты будешь его левой рукой. Почему я его выбрала? Я никогда не чувствовала разницу в возрасте, поскольку у него характер был значительно более активный, более заводной, более реактивный, невероятно остроумный от природы и удивительно обаятельный в общении. Естественно, что он без конца меня смешил. И я без конца хохотала рядом с ним. Мне всегда с ним было весело, звонко, интересно, любопытно. У Льва Разумовского была очень цепкая память. Он запоминал целыми большими кусками чужие рассказы, интересные истории и через много часов, дней или даже месяцев и лет мог записать их так, как будто слышал это вчера и рисовал к ним карикатуры и иллюстрации. Так появилась его книга «Забавных, любопытных историй. Моя коллекция». «Она однажды утром со своей гипертонией, со своими дворечками, с больной головой пошла купить себе хлеба. Вышла на улице Букина из двора на улицу и пошла по направлению к Большому проспекту. Купила хлеб и возвращалась домой, слабенькая, уставая, видимо, с большим давлением, держась за стенки. Когда она дошла почти до своего двора, у нее какой-то парень проходящий рванул сумку в зрук. Вот. Схватила за сумку и рванул в зрук. И она каким-то, как она сказала, неэстективным движением, она вцепилась левой рукой за створки ее двери, а второй выбросила сильно вперед ногу и попала ему в центр. Парень взвыл, бросил сумку и удрал. Тут появилась какая-то стражащая толпа, которая стала вели предлагать двоедром нашутешателю, а один такой молодой человек, очень внимательно и сказал, что гомогос проводит операцию. Она сказала, нет, у меня второй раз такой удар не получится. В госпитале в котельнице я был один из самых тяжелых. Там были другие ранения. Там были ранения рук, там были ранения ног, конечности, ампутации, там было по-моему три или четыре на весь госпиталь, в том числе я. Значит, вся палата меня жалела, вот, и говорили, ой, пропащая твоя судьба, кем же ты будешь, да ты же ничего не можешь. А когда я приехал в Москву, это был специализированный госпиталь ампутантов. И там я увидел, что я самый легкий, потому что сразу начали побораться люди без обеих ног, без обеих рук, а рядом была палата саперов. Вот это было самое страшное. Вся палата была, там было человек двенадцать или пятнадцать, они были без обеих рук, и они были слепые. у них все лицо было в синих точках от взрыва нены, вот это мелкие осколки, вот такая как оспа, понимаете, все это в синих точках. Ну и когда я в общем-то увидел такое, то я понял, что судьба со мной обошлась очень хорошо, что я счастливчик. На самом деле он мог делать все сам, вплоть до того, что он уезжал с девочками на дачу и вареном там обед сам, когда я еще была занята в школе и не могла к ним присоединиться. Он все мог сам делать абсолютно. И девочки к этому привыкли, что папа у них может все. Вот так вот это было. То есть у него была не одна рука, а много рук. И он совсем успевал справляться. Лев Самсоныч увлекался рисунком и живописью. И тоже много времени уделял и этому виду изобразительного искусства. и у него с моей точки зрения очень много замечательных работ, особенно акварелей и масла. и на не море и не пом не , а это В семейном архиве Разумовских сохранилась карта, на которой Лев Разумовский зарисовал свои передвижения во время войны. На этой карте обозначены путь в эвакуацию, в детский дом, в учебный полк, на фронт, место его ранения и путь Разумовского по госпиталям. А это наградной лист Льва Разумовского к ордену славы третьей степени. Осенью 1945 года возобновило свою деятельность Ленинградское высшее художественно-промышленное училище, которое готовило художников декоративно-прикладного искусства. И 19-летний фронтовик Лев Разумовский подал документы для поступления в это училище. Когда меня спросили, на какой факультет я хочу, я сказал, на скульптуру. Ну, мне сказали, не надо. Я сказал, нет, я хочу на скульптуру. Ну, меня тогда записали формально, а потом два лета из преподавателей отдельно со мной дружески беседовали. Говорили, не ходи на скульптуру, ну, куда тебе на скульптуру? Есть же живописный факультет, есть факультет художественной вродки, там, дерево, там, дизайн. Скульптура – это, ну, для тебя невозможно. Лев Самсович говорил, скульптор – это глина, это тряпки. И скульптор – это каркас-заказ. Вот. А он был значительно больше, чем просто скульптор. И вообще потрясающе интересный и много знающий человек, бесконечно любопытный по отношению ко всему, что неизвестно. У него столько было обаяния, столько остроумия, столько выдумки, столько находчивости, столько мгновенной реакции на все необычайные обстоятельства, неожиданные. Мне всегда с ним было интересно. Кроме того, он оказался удивительно начитанным человеком, что среди других художников я, пожалуй, больше и не встречала. Ну, и мне достался очень любящий муж и очень заботливый муж, невероятный семьянин по природе своей и, конечно, редкий отец. И девчонки мои, когда они выросли, они, наверное, всех своих знакомых, молодых людей мерили папой. Старшая дочь Льва Разумовского, Татьяна Разумовская, живущая в Иерусалиме, поэтесса, писательница, недавно издала книгу, где под одной обложкой собрала художественные зарисовки отца и свои литературные заметки. Получилась вот такая замечательная книга. Это книжка на двоих с отцом. Мой отец художник замечательный, он очень любил Израиль, приезжал сюда каждый год, жил у нас подолгу. И он постоянно рисовал, постоянно в блокнотах, наброски, рисунки, портреты. И вот из этих его израильских зарисовок я сделала эту книжку в сочетании с моими словесными зарисовками. Это такой семейный подряд для меня очень-очень важный. Лев Самсонович был редкий отец. Бесконечно внимательный, заботливый, бесконечно изобретательный по части общения с детьми. Он постоянно устраивал детские праздники. Все наши друзья приезжали со своими малышами к нам в гости, и мы тут устраивали детские кукольные театры и встречи Нового года с подарками и с играми всевозможными. Он тоже на ходу придумывал эти игры, соревнования детские. Здравствуй, Танечка. Я хотел нарисовать тебе свинку. Нарисовал головку и ушел на работу. Пришел дядя Юлик и нарисовал шею. Потом пришел дядя Вася и нарисовал тело. Потом пришла тетя Эля и нарисовала ноги. Потом пришел Никитка и нарисовал хвост. Вернулся я с работы и очень удивился, что же за зверь получился. Может быть, ребята знают. Папа всю жизнь рисновал карикатуры на всех членов семьи. И нас с сестрой он таким образом воспитывал, не указывая нам, что делать и чего не делать. Это мы с сестрой ссоримся. То ни звери и ни птички, ни гиены и удав. Это добрые сестрички выясняют, кто же прав. А это намек на то, что нужно мыть шею. Возможно, на Марсе или Луне такая поза привычна вполне. Однако в Америке или Европе дети уроки готовят на попе. А вот загадочная картинка. Куда идет Маша? В школу или из школы? А это по поводу моей осанки были вечные шутки, чтобы я не горбилась. Вот так посмотришь на себя действительно, подумаешь, пора выпрямиться. Маша сказочки читает, Таня химию долбит. А на кухне и в квартире посмотрите страшный вид. Когда мне было года три, папа сделал для меня особенную книжку. Мой собственный букварь. Машкина азбука. На каждую букву был смешной стишок и рисунок. Вот, например, на букву М. Мама мыла Машку мылом, Машка мокрая вопила. В общем, поступил я на скульптуру. Ну и все, восемь лет проучился. Это очень светлые годы моей жизни. Я попал в отличную компанию очень чистых, молодых, веселых, жизнерадостных ребят, с которыми я до сих пор поддерживаю контакты. Мы тоже встречаемся на днях рождения, переписываемся. У меня из меня как-то энергия лилась через край, потому что была накопленная такая, в общем, отравленная юность вот эти годы. И я очень себя активно чувствовал. Я играл в волейбол, я ходил на лыжах, я занимался туризмом. Я участвовал во всех капустниках, во всех студенческих представлениях. Я писал эти капустники. Я был довольно популярен в училище, как, так сказать, центр какого-то смеха и юмора. Внимание, внимание, наш микрофон установлен в столовой Ленинградского высшего художественно-промышленного училища. Через пять минут прозвенит звонок, и начнется интереснейшая игра между живописным и скульптурным факультетами за скорейшее овладение обедом. Внимание, матч начался. В воротах появляются официантки с супом, и игра приобретает острый характер. Рука, рука, рука в супе. Епифанова захватывает тарелку с супом, передает Суренковой, на нее кидается Лебедев. Опасная ситуация. Критический момент. Нужно бить удан, и суп уходит на свободное. Разливается по брюкам Марка Крэмера. Судья отскакивает, как ошпаренный. Куча мала, но скульптора все же овладевают десятью стаканами из пятнадцати возможных. Сейчас вспоминая, я не думаю, что это было очень большое остроумие, но это была свобода. Это самое главное, это ощущение свободы. Мы делали, что хотели. Вот это было приятно. И там устраивали комсомольские, молодежные вечера. Причем поразительно, что на эти вечера собирался Весневский. Понимаете, какое отношение мы имели к Невскому, я не знаю. Но, тем не менее, по-видимому, женщины или девушки более чуткие к слову или к какому-то маленькой игре, к какому-то интересу, к какому-то чуть-чуть более высокому, чем потребительские. Стягивались, приходили, стояли в патруле пропускные, чтобы без приглашения не появились. И я должен сказать, что Лёва участвовал в этих капустниках, я участвовал в этих капустниках. И они вспомнили, став уже в шинельками, пройдя фронтовые дороги, они обратились в остричество, в ребячество, в игру, в господи. Стоит худенький, плоский человечек. Причем танцы идут. Танцы сначала очень такие важные, очень чопорные, потому что должен быть либо медленный танец, не танго, а медленный танец, потому что танго – это слишком западный. И этот человек как бы забрасывает руку за спину, как гусар. Одной рукой держит, понимаете, талию девушки и танцует. Другое дело, что у него руки этой нет. Он взорвывается одной. В 1997 году по инициативе при участии Льва Самсоновича создается фильм «Полноценная жизнь». В этом фильме Разумовский рассказывает о своих изобретениях, которые могут помочь людям с ограниченными возможностями полноценно участвовать в рабочей и бытовой жизни. Мне пришлось столкнуться с определенными трудностями, которые нужно было каким-то образом преодолевать. В этой трудности возникли по ходу работы, в жизни, при каких-то жизненных просто простых вещах, при умывании, при одевании, при том, что у нас на мужчине забить гвоздь, распилить доску. И постепенно наша жизнь подсказала целый ряд каких-то простых приемов, которые облегчили мне жизнь и дали возможность считать себя полноценным человеком. То есть доказали то, что я могу все работать и делать не хуже других. И вот так предположим оточить карандаш ножом. Вот мы берем, да? Получится у нас что-нибудь? Получится у нас что-нибудь? Нет, не получится. Надо фиксировать. Я до меня как-то дошло, что есть простой прием. Надо фиксировать нож и об нож точить карандаш. Вот я втуткаю нож в стол и затачиваю карандаш. намыливается щетка. Я спокойно мою руку с той стороны. Ставим доску. Берем пилу. Я хочу сказать, что я, понятно, вышла замуж за инвалидом. Но я никогда в жизни за все 50 лет существования рядом с ним этого не ощущала. Я всю жизнь жила абсолютно полноценным и никак не зависящим от ударов судьбы человеком. Он всегда был мобилизован на активную жизнь. То, как он шел поперек судьбе и всегда ее побеждал на протяжении всей своей жизни, стало понятным после того, как он написал мемуары и сформулировал некоторые свои жизненные позиции. Он был удивительно организованный человек и каждый свой день он распределял по какому-то внутреннему графику. У него даже была такая записная книжечка, где он себе делал пометки на каждый день, что он должен в этот день произвести и вечером перед сном вычеркивал. Это сделано, это, это, это. Большую часть программы на каждый день всегда была сделана. Вот в такой степени организации он был человек. Может быть, поэтому он так много и успел. в том же, когда я окончил институт, у меня была приличная дипломная работа. Это была скульптура из глины 2 метра 20 сантиметров, изображала военного летчика. Была такая задача. Я получил отличную оценку. Из 18 дипломов четыре были удостоены бронзы, в том числе и мою. Четыре работы ушли в сады Ленинграда. Есть в Ленинграде Московский парк Победы, там вот этот мой летчик стоит бронзой. Это тема диплома была. И чем дальше проходит время, тем она становится значительнее. По стилистике памятник времени. Такая серьезная, большая работа. Лев Сансонович скульптор по образованию и его основная профессия станковая скульптура. Но на самом деле жили мы не на эту станковую скульптуру, а жили мы в основном на детскую игрушку. И в этом была наша радость и радость для наших девчонок. Потому что дома всегда были образцы игрушек. И новейшие модели из фабрики Лен-Игрушка, где Лев Сансонович тогда работал, он был распределен после училища на фабрику Лен-Игрушка. Он поставлял туда новые образцы игрушек. И как художник этой фабрики, он придумывал разные варианты кукол, мишек, клоунов, бабок, дедок, маски игрушечные, вплоть до елочных украшений. То, что делалось там в штате на Лен-Игрушке, где он работал, он рассказывал с невероятным юмором. Там был Василий Павлович, форматор. И он чувствовал себя таким художественным профессионалом, что он вообще самая большая художественная единица на фабрике. И вдруг приходит настоящий дипломированный художник туда. И Василий Павлович очень обиделся. Он ворчал. Ну, что это такое? Делает там чего-то лепит, понимаешь, какого-то Деда Мороза. Вот я раньше делал Деда Мороза. А? Взял бюст горького, бороду ему приделал, сверху шапка, немножко волосы чуть-чуть торчат. И вот такой Дед Мороз был, знаешь, шел на ура. А Лёва говорит, Василий Павлович, а ты ведь дурак. Как дурак? Ну так, что ты взял горького-то? Взял бы Карла Маркса, его не надо было бы делать. Лев Самсонович работал в разных жанрах игрушки. И надо сказать, что серии его солдатиков считаются среди знатоков или коллекционеров самыми лучшими сериями, которые были выпущены в советское время. Настолько они были хорошо проработаны и с исторической точки зрения они представляют из себя ценность. Для вот таких маленьких солдатиков делаются в четверхкратном увеличении. Вот таким образом. А потом они уже уменьшаются на фабрике для натурального размера, для игры маленькие становятся. При помощи копирования призерного станка начинается выпуск производства. Вот тут такие татуары. Это большая работа. Здесь 24 персонажа. На эту работу у меня ушел год. У Лёва была такая природная интеллигентная собранность на человеке. Интеллигентность это какая-то форма отношения к другому не выше и не неже. А тогда нужно было быть выше. Делались портреты статусные или портреты профессиональные. Это рабочий. У него скулы как гайки граненые. А когда вы смотрите возрождение, мы что мы видим там кто это? Повариха, прачка. Кто она? Никто. Женщина. И если пройдет 10, 20, 30 лет, то именно эти люди были такие. Их не художник создал, они были такие. Их Бог создал. я был в больнице, у меня была операция. Я пришел в мастерскую, а мастерская была тогда у нас в Александрневской лавре, в церкви, в подвале. Я пришел в мастерскую, и был там Лева, и он, поскольку меня долго не было, он решил показать свою последнюю работу. И он показал солдата. автопортрет солдата. И я смотрел, и у меня произвели слезы. Я ничего не мог с собой поделать. Мне было и неудобно, у меня никогда не было такой реакции. Нигде, никогда. И тут вот так вот, понимаешь, вот, и как-то такая неловкая пауза произошла. Ну, вот была такая реакция. Мне очень это понравилось. Нет, не понравилось, это на меня подействовало. Очень здорово подействовало. во-первых, я хотел бы действительно скульптором. Во-вторых, я хотел бы действительно скульптором. любил это дело. А в-третьих, у меня была сверхзадача. Я хотел доказать всем, и в первую очередь себе, что я могу делать те работы, которые являются самыми трудными физически во всех видах изобразительного искусства. Понимаете, в чем дело? Мне нужно было доказать себе, что я не инвалид. Для меня это была идея жизни. Вот и все. Я должен быть только скульптором. 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 Скульптором.